Здравствуйте! В эфире программа «Саратов. Итоги» в студии Анна Макарова. Не смотрите в этом выпуске. Подождем до весны. В следующем году планируют завершить строительные работы нового аэропорта в Собуровке. В этом доме страшно находиться. 18 семей, которые вынуждены жить в разрушающемся здании в поселке Гуселка, обратились за помощью в нашу редакцию. Вымогал деньги за молчание. В Саратове задержали бывшего сотрудника коммерческой фирмы, который требовал крупную сумму с начальника, угрожая раскрыть служебную информацию организации. Саратовская область Александр Нерадько. Он отметил, что в первую очередь аэропорт должен быть комфортным для пассажиров. Это взлетно-посадочная полоса длиной 3 километра, перрон под большое количество стоянок, воздушных судов, новый современный аэровокзальный комплекс, сопутствующие территории, здания, сооружения. Это все позволит достичь того, что мы достигаем строя новые аэропорты. Прежде всего, это улучшение качества жизни наших граждан. Везде, где мы строим новые аэропорты, получается новая жизнь. Сегодня строительство нового аэропорта в Собуровке – самый масштабный проект в регионе. Его значимость для Саратовской области подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев. Ведь предполагается, что здесь будут налажены не только пассажирские рейсы, но и грузоперевозки. Для экономики, жителей Саратовской области, современный транспортный узел имеет колоссальное значение. Здесь будет создаваться вся сопутствующая инфраструктура. Появятся новые возможности для малого и среднего бизнеса, рабочие места. С завершением строительства комплекса повысится статус региона, его инвестиционная и туристическая привлекательность. В настоящее время мегапроект вошел в активную стадию. Предполагается, что первые рейсы из Собуровки будут запущены в 2019 году. Сейчас на территории будущего аэропорта построены взлетно-посадочные полоса, перрон, командный пункт. В работе находятся локатор и пожарно-спасательный пост. Идет строительство северного автодорожного подхода. Всего к аэропорту будет проведено три многоуровневых развязки и одна одноуровневая. К аэропорту также будет приближена и железнодорожная станция с пешеходным переходом через пути. Жители дома номер 39 по улице 2 Гуселка в отчаянии обратились в саратовские СМИ. Дело в том, что их трехэтажный дом находится на грани разрушения. А ведь здесь, в 18 квартирах, проживают многодетные семьи. Жильцы дома не раз обращались в самые различные инстанции, но безрезультатно. Наш корреспондент Полина Попенец побывала в поселке Гуселка и выяснила подробности у местных жителей. Канализация у нас тут какой-то четвертый год текет. Вся в подвал. В квартирах дышать нечем. Грибок от этого. Все стены трескаются. Сырость кругом. Крысы бегают в квартирах. К такому соседству жители этого дома уже давно привыкли. Так же, как и к запахам от канализации. Стоками заполнен весь подвал. Из-за этого дом постепенно подмывает. Елена живет на третьем этаже. В постоянном страхе однажды проснуться под завалами. Он эту зиму, не знаю, простоит или сложится. Сейчас еще чуть-чуть, и оно все пойдет на улицу. А вот Татьяне, чтобы почувствовать и увидеть канализационную воду, во двор выходить было не нужно. Непередаваемый запах просачивался сквозь отверстие в полу. Вот у нас в этой комнате были насквозь дырки в подвал. Мы эти дырки камешками забивали мелкими и заливали, стяжку делали. У Татьяны большая семья. Семеро детей, не считая их с мужем. Самому младшему Никите 4 месяца. Трехкомнатную квартиру женщина получила по наследству от родственников. Косметический ремонт еле скрывает. Полуразваленные, трескающиеся по швам стены. Женщина не выходит с больничного. От постоянной сырости болеют дети. Он у меня болел. Ему было месяц-два. Он у меня болеет, болеет. Не проходит. И вот которому 4 годика. Он вообще до 6 месяцев болел. И таких, как Татьяна, в этом доме 18 многодетных семей. Рядом ни школы, ни детского сада, ни больницы, ни дороги. Это здание было построено еще в 1985 году для сельхозработников, чтобы жили, не отрываясь от работы на своих участках. Со временем территорию выкупили частники, а работники так и остались здесь жить. Со временем начали появляться проблемы с канализацией, системой водоснабжения, уборкой территории. Сейчас она напоминает полигон для отходов, прогнивший мусор. И рядом с импровизированной детской площадкой. Муж Татьяны, еще одной жительницы дома, решил смастерить для детей качели из автомобильной покрышки. А еще пожертвовал своим катером. Привезли на ремонт. Тут дети побегали, сломали и все оставили. Дырочки сделали и вот она осталась. Негде играть, да, вот сюда вперед песок ложили дети. Там играли внутри. Несмотря на то, что жильцы этого дома не раз обращались во все инстанции, помощи так и не получили. Попытались признать дом аварийным, говорит Елена. Однако на эту процедуру нужна экспертиза. Мы не в состоянии оплатить эту экспертизу, а администрация отказалась оплачивать эту экспертизу, так как у них нет денег. Мы сделали письменный запрос в Волжскую администрацию, куда не раз обращались жители Гуселки. В письме нашей редакции чиновники ответили, что сейчас совместно со специализированной организацией готовят все необходимые документы, в том числе и техническое заключение для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Кроме того, решается вопрос о содержании жилого дома и ликвидации мусорной свалки. Для этого представители местной администрации направили обращение в управляющую компанию дома. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Сколько придется ждать, когда обещанное на бумаге превратится в дела, жителям непонятно. В своем письменном ответе о конкретных сроках чиновники так ничего и не сказали. Помочь жителям обещали и представители госжилинспекции Саратовской области. В ближайшее время они проведут проверку в доме номер 39 в поселке 2-я Гуселка. Мы будем следить за развитием событий. В Энгельсе сотрудники регионального управления ФСБ провели выемку документов в административном офисе общества с ограниченной ответственностью Прайм, расположенном по улице Льва, Косиле, 45. Об этом сообщает информационное агентство «Взгляд.Инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. В сообщении отмечается, что основным видом деятельности компании Прайм являются услуги по геодезическим работам, оформлению недвижимости и технической инвентаризации. По данным интернет-издания, компания входит в сферу интересов экс-главы комитета по земельным ресурсам администрации Энгельского района Сергея Демина, который несколько дней назад был освобожден от занимаемой должности. Прижали азартный бизнес на окраине Энгельса. На одном из предприятий промзоны были уничтожены игровые автоматы. Специальным прессом их раздавили вместе с вещественными уликами других дел – бытовой техникой, компьютерными запчастями и даже продуктами питания. 48 игровых автоматов были изъяты в ходе расследования уголовного дела в отношении трех саратовчанок. Установлено, что осужденные организовали несколько игорных клубов. Доход от незаконной деятельности составил более 9,5 миллионов рублей. Ущерб правообладателей интеллектуальной собственности, а именно игровых программ, оценен в 4,5 миллиона рублей. В ходе следствия на имущество одной из засужденных наложен арест на сумму 800 тысяч рублей, а имущество других лиц не установлено. В ходе следствия все трое дали признательные показания и раскаялись содеянным. Стоит отметить, что судом им назначено наказание от года до трех лет – лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима. Специалисты подрядной организации отметили, что игровые автоматы – нередкий гость на их предприятии. Стабильно раз в полгода уничтожению подлежат несколько десятков подобных аппаратов. Впрочем, это гораздо меньше, чем еще пять лет назад, когда количество уничтоженных игровых автоматов достигало полутора тысяч единиц в год. О криминальных новостях минувшей недели расскажет официальный представитель главного управления МВД по Саратовской области Анастасия Захарова. Анастасия, здравствуйте. Спасибо, Анна. В Саратове следователи возобновили расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего горожанина в разбойном нападении. Весной 2014 года трое мужчин приехали в один из населенных пунктов Саратовского района, чтобы устроить разбойное нападение на местного жителя с проникновением в жилище. Один из злоумышленников остался в машине, а двое других в масках ворвались в дом. Угрожая пистолетами 47-летней женщине и ее внучке, мужчины похитили деньги и ювелирные украшения на сумму в 400 тысяч рублей. В марте 2014 года группа лиц по предварительному сговору совершила вооруженное разбойное нападение на территории Саратовского района на семью Садоян. В результате после совершенного преступления два фигуранта этой группы были по горячим следам задержаны, в настоящее время отбывают наказание. Третий соучастник скрылся от органов следствия, в связи с чем, в соответствии с нормами действующего законодательства, он был объявлен в розыск, после чего уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, которое впоследствии было приостановлено. На днях злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска и бойцы Росгвардии. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Возобновлено расследование уголовного дела по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса. В Саратове задержан подозреваемый в совершении серии краж с банковских счетов. На кадрах оперативной съемки видно, что хакер не ожидал скорого разоблачения и мирно рыбачил на берегу Волги. По версии следствия, молодой рыбак может быть причастен к совершению 50 эпизодов преступлений, не только по отношению к жителям Саратовской области, но и других регионов России. Хакер создавал странички-двойники официальных сайтов банков. После совершения гражданами операции по заполнению учетных форм авторизации, злоумышленник фактически получал доступ к счетам потерпевших и получал денежные средства, переводя их в другую платежную систему. В дальнейшем подозреваемый обналичивал денежные средства через банкоматы. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности злоумышленника. При обыске в машине злоумышленника обнаружили карты, на которые приходили крупные суммы, а также пневматический пистолет. Общественный совет при Главном управлении МВД России подвел итоги работы за полугодие. Заседание прошло с участием заместителя начальника главка полковника полиции Сергея Полтанова. Всего за отчетный период в области проведено 549 различных мероприятий с участием общественников, в том числе 234 информационно-пропагандистских акций. Детский отдых, его организация и безопасность, по сути, стали главными вопросами заседания. В ходе которого было неоднократно отмечено, что профилактическая работа с гражданами остается приоритетом в работе общественных советов. На заседание подвели итоги проекта по обучению членов ДНД. Для них был разработан специальный курс, предусматривающий правовую, физическую, медицинскую и психологическую подготовку. На данный момент в Саратовской области действует 56 народных дружин, два общественных объединения правоохранительной направленности и семь студенческих отрядов охраны общественного порядка. Особо отличившимся дружинникам на заседании совета были вручены сертификаты о прохождении обучения. В Саратове возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. С поличным задержали мужчину при получении 50 тысяч рублей от своего начальника. Подробности громкого дела у Дениса Желтова. А где гарантии, что после того, как ты все получишь, и деньги, и машину, и что ты дальше не начнешь меня шантажировать? У меня есть мое честное слово. После такой, безусловно, внушающей доверие фразы, бывший работодатель передает мужчине 50 тысяч рублей. Но распорядиться деньгами подозреваемый не успел. При задержании мужчина утверждал, что деньги в его руке – это заработная плата. Как было установлено, задержанный угрожал своему бывшему работодателю распространением служебной информации конкурентам. За свое молчание злоумышленник требовал 500 тысяч рублей и автомобиль Рено Дастер стоимостью около 1 миллиона рублей. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотренному частью 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Денис Желтов специально для телеканала «Саратова-24». Это был обзор происшествий за неделю. Новая информация на телеканале «Саратов-24» уже в следующие выходные. До скорой встречи в эфире. Спасибо, Анастасия. А мы продолжим нашу программу. И вот что вы увидите во второй ее части. К чему приводят опасности саратовских магистралей? Прокуратура по результатам проверок городских и областных дорог возбудила несколько уголовных дел. Какие выявлены недочеты? Кому на селе жить и лечить? В регионе продолжается программа «Земский доктор». Уже несколько десятков молодых врачей уехали работать в отдаленные районы. Но острая нехватка кадров остается. Самая обаятельная и привлекательная вышла замуж. В доме-интернате для престарелых и инвалидов подопечные сыграли свадьбу. Причина аварии – ямы и ухабы. По данным региональной прокуратуры, с начала года на магистралях области произошло 688 ДТП, причиной которых в том числе стала и плохая дорога. В 63 авариях погибли люди. Как подчеркивают в надзорном ведомстве, безопасность дорожного движения для них является одним из приоритетных направлений в работе. Поэтому все прокуроры были ориентированы на понуждение органов местного самоуправления к исполнению обязанностей, возложенных на них законом. По фактам ненадлежащего исполнения обязанностей, несоответствия дорожного покрытия ГОСТом, прокурорами принимались меры прокурорского реагирования. Было направлено свыше 80 исковых заявлений к органам власти. Было внесено свыше 600 представлений в адрес должностных лиц. Но на этом сотрудники прокуратуры не остановились. Они также продолжают выявлять нарушения, связанные со злоупотреблениями при использовании средств дорожных фондов. Контракты заключаются с нарушениями и потом происходит хищение денег. В этом году по таким фактам возбуждено уже два уголовных дела. На особым контроле в прокуратуре держат и те дороги, которые были плохо отремонтированы подрядчиком после вскрышных работ. За первые полугодия 2017 года прокуратура и города внесено в различные органы, в частности в администрацию, в организации Т-Плюс. Семь представлений, пять из них рассмотрено. Два представления находятся на стадии рассмотрения. В представлениях указывалось на нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В части, касающиеся ремонта и содержания дорожного полотна на территории города Саратова. По пяти представлениям прокуратуры нарушения уже полностью устранены. Дорожное полотно коммунальной организации Саратова восстановили должным образом. По остальным фактам в надзорном ведомстве держат ситуацию на контроле. Итоги первой пятилетки. В правительстве области обсудили результаты работы государственной программы «Земский доктор». О ее плюсах и минусах приехал поговорить детский хирург высшей категории, а ныне председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Проявляет ли интерес к программе «Молодые врачи» и стоит ли продлевать ее реализацию, расскажет Полина Попенец. Новейшие оборудования, приборы и медицинские аппараты. Всего на выставке в фойе правительства представлено больше 70 изделий медицинского назначения, изготовленных на территории Саратовской области. Достижения в сфере здравоохранения временно исполняющей обязанности губернатора Валерия Радаев продемонстрировал председателю Комитета по охране здоровья Государственной Думы детскому врачу Дмитрию Морозову. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день. Докторая стимуляция сетчатки и тренировка гонокулярного зрения с помощью вот этой мини-дуги выставляется на то расстояние, на которое косит глаз у ребенка с косоглазием. Дмитрий Морозов специально приехал в Саратовскую область, чтобы обсудить перспективы и проблемы развития программы «Земский доктор» в субъектах Российской Федерации. После выставки в зале заседания состоялся круглый стол на эту тему. Стоит отметить, что в этом году завершается первый этап реализации. В следующем году эта программа будет продолжена. Программа заработала, программа получилась. Чуть меньше 25 тысяч докторов приехали в село. И вот я уверен, что сегодня прозвучат разные мнения, когда мы будем обсуждать и социальный пакет, и сопровождение этого доктора, и возможность обеспечения его работы, и разделение уровня медицинской помощи, когда, где, что нужно делать. Тот же самый транспорт, перемещение, санитарную авиацию, многое другое. Потому что доктор, который работает в населе, ну, по сути, это герой. В Саратовской области с начала реализации, то есть с 2012 года по 2016 год, в программе «Земский доктор» приняли участие больше 250 саратовских специалистов. В основном врачи отправились работать в села Энгельского, Татищевского, а также Саратовского районов. Однако на сегодняшний день все равно существует проблема нехватки кадров. В Саратовской области остаются вакантными 160 врачебных должностей. Поэтому кадровый вопрос, он решается, и мы по некоторым направлениям, учитывая, что есть проблемы, инициативу проявляем здесь, как правительство Саратовской области, прежде всего, это фельдшеры. Первое звено медицинской скорой помощи нам очень важно. Ну и, конечно, укрепить вообще первичную помощь. Вот это задача номер один. А в целом вопрос кадровый, он сегодня есть. Программа «Земский доктор» включает в себя предоставление единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность. Кроме того, во многих регионах им предоставляется социальный пакет. Врачи получают бесплатную возможность обучения в ординатуре или аспирантуре. За пять лет программа существенно расширена. Возрастные критерии увеличены с 35 до 50 лет. В программу помимо сельских населенных пунктов дополнительно включены рабочие поселки и поселки городского типа. По закону, средства на программу выделяются только на год. На реализацию в 2018-м уже заложено 3 миллиарда рублей. «Это идет софинансирование. Тем более мы пошли на некоторые, будем так говорить, облегчения для субъектов в пропорции софинансирования. Ну, я знаю, что в регионах, конечно же, это зависит еще плюс и от бюджетов регионов. Мы также поднимали вопрос перед Министерством докторонения, наш комитет, чтобы была еще программа и «Зенские фельдши». Это те люди, которые непосредственно оказывают вот эту вот помощь, и без среднего медицинского персонала врачу будет очень-очень тяжело». В Саратовской области из числа опрошенных медиков только трое хотят уехать после завершения пятилетнего контракта. Об этом сообщили эксперты на заседании в областном правительстве. А 27 врачей уволились неисполны в сроке контракта программы. Несмотря на нехватку специалистов, в этом году планируют трудоустроить в сельской местности 50 специалистов. Полина Попенец, Роман Шульдяев, Саратов, 24. Перед началом выступления первого из звездных артистов выпускников разогревает диджей. А ведь всего за несколько часов до этого даже у организаторов были сомнения, не помешают ли долгожданному празднику капризы погоды. «Эта суббота выдалась не на основе, но, к счастью, для всех собравшихся к началу шоу ливень закончился. В среде компонентов розоветров также отсутствует шквалистый ветер, о котором предупреждали накануне. И сейчас ничто не омрачает настроение тысяч выпускников, готовых к самому яркому и громкому празднику в своей жизни». Впервые прошедший в прошлом году по инициативе нашего земляка Вячеслава Володина, в 2017-м праздник розоветров стал уже традиционным. Почти 30 тысяч человек, из которых более 11 тысяч – выпускники 422 образовательных учреждений из всех районов, а также 600 учителей. Обращаясь к главным героям праздника, глава региона высказал надежду, что будущее вчерашних старшеклассников будет ярким, насыщенным и интересным. «Для этого у вас есть все. Забота родителей, крепкие знания, широкий выбор саратовских вузов. А земляки всегда вас поддержат. Вы нужны региону. Вместе с вами мы сделаем Саратовскую область территории, где хочется жить. С праздником! Ура! А теперь селфи! Я люблю саратов! Селфи с руководителем региона отражает комплексную тенденцию. Власть старается быть ближе к молодежи, говорить с ней на понятном языке. Юные, судя по всему, это ценят и принимают с восторгом. «Замечательно! Столько впечатлений, эмоций положительных, заряд энергии. Прям очень-очень круто! Отличная возможность для тех, для нас из маленького города, приехать сюда в центр областной и увидеть звезд вживую. Очень здорово, эмоции вообще классно! Селфи делали? Да, выкладывали все в инстаграм, все классно!» Общее настроение праздника передается и звездам сцены. Вторая «Роза ветров» превосходит первую и по числу популярных артистов. И все они единодушно признают, что будь у них фантастическая возможность снова самим стать выпускниками, они бы с удовольствием побывали на таком празднике, как «Роза ветров». Если брать во внимание региональные города, то «Роза ветров» – это номер один. Здесь, потому что я еще не видел таких масштабов для выпускников. Поэтому, ребята, все, кто из Саратова, Саратской области, вам неимоверно повезло, что вы именно здесь живете. Потому что, когда тебе руководство твоего региона на выпускной дарит такой праздник, это действительно круто, и это запоминается на всю жизнь. Вообще мало в каком городе России такие мероприятия с таким крутым звуком, с такой крутой сценой, с такой крутой реально очень мощной организацией. Каждый из нас вправе и в силах сделать то, что вы считаете чем-то большим. Возможно, именно вы измените ход истории в своей области, я не знаю, вообще в контексте страны, в контексте мира. Сразу перед выступлением хитового девичьего трио «Серебро» ближе к финалу со сцены озвучивают поздравления от инициатора праздника, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Дорогие выпускники, сегодняшний день один из самых главных в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой и отправляетесь во взрослую жизнь. Впереди большой путь. Как круто, что вы можете провести этот день все вместе и с таким размахом. Почти все гости желали выпускникам всегда двигаться к своей цели и прислушиваться к своему сердцу. А также отмечали, когда видишь со сцены миллионы горящих глаз, понимаешь, что у нашей страны прекрасное будущее. И оно начинается в регионах. Александр Блонский, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Олег Бирюков, Саратов-24. В этот же день в Саратове наградили лучших педагогов региона. В здании нового ТЮЗа вручали премию «Признание». Учителя из ключевых образовательных учреждений и даже из небольших сельских школ. Здесь не важно количество учеников, а важен особый подход к образованию. Кто в этом году стал обладателем «Золотого пера», расскажет Станислав Жижин. Яркое шоу, качественная пиротехника и ведущие федеральных телеканалов. С самого начала торжественной встречи все говорит о высоком уровне мероприятия. Зрители в зале – особенные это учителя и классные руководители нынешних выпускников. Многие посвятили воспитанию и обучению детей не один десяток лет, отдав школьникам свои знания и жизненный опыт. Это в своем поздравлении отметил инициатор премии «Признание» спикер Госдома Вячеслав Володин. Поддержал его слова и глава региона Валерий Радаев. А еще наша молодежь побеждает на интеллектуальной олимпиаде ПФО, участвует в поисковых отрядах, шествует в бессмертном полку. Поэтому не сомневаюсь, будущее в надежных руках. Мы растим настоящих патриотов. И за это спасибо вам, дорогие учителя. Премия «Признание» – уникальный конкурс, проводимый среди педагогов региона. Первый с успехом прошел в прошлом году. В 2017-м добрую традицию решили продолжить и выбрать среди классных руководителей новых обладателей золотого пера – символа всеобщего признания. Ольга Плуботырева – учитель русского языка небольшой сельской школы Энгельского района. Премия «Признание» – по ее словам не только личная победа, но и заслуга всего педагогического сообщества. Каждый сидящий классный руководитель в этом зале, он уже классный не потому, что у него есть класс, а потому, что он держит марку на высшем уровне. Я поднимаю вот это пио для всех классных руководителей, потому что это очень многогранная работа. Счастливы сегодня быть здесь. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Концерт звезд всероссийского масштаба стал завершающим аккордом мероприятия. Певица Жасмин и Руслана Лехнос пели для учителей и классных руководителей региона свои хиты, слова которых знает каждый зритель в зале. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Решились на новую попытку создать семью. В Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов сыграли пышную свадьбу. Влюбленные друг в друга практически с первого взгляда пенсионеры узаконили свои с каждым днем все быстрее развивающиеся отношения. Историю любви расскажет Полина Попенец. Нежно-розовая помада, цветочно-пряные духи, бирюзовое платье. Сегодня она выглядит как никогда обворожительно. Наталья Викторовна признается, подумать не могла, что в 68 лет она встретит настоящую любовь Михаила Сергеевича. Ходили вокруг. Интернат он мне показывал, когда я проехала. А потом в магазин вместе, все кругом вместе, в столовую вместе. Ну и потом, как сказать, решили соединить свою судьбу вместе. Он сказал первое, что вроде бы ты согласна пожениться, все, пожалуйста. В чем дело? Пока невеста наводит красоту, жених тоже времени не теряет. Готовился заранее, даже рубашка в тон платью невесты. Завязав галстук, Михаил Сергеевич отправляется к своей суженой. Познакомилась пара в Саратовском доме-интернате для престарелых инвалидов. Наталья Викторовна приехала в учреждение всего год назад. Ее обаяние и красота сразу же покорили всех, в том числе и Михаила Сергеевича. Долго не раздумывая, мужчина начал ухаживать за новенькой. Симпатия оказалась взаимной. Когда в мае 2016 года Наталья Викторовна приехала проживать в интернат и познакомилась со своим будущим мужем, она сказала, что это мой мужчина. И вот еще с того момента мы видели, как развиваются взаимоотношения этих двух людей. Сегодня день их свадьбы. И мы, безусловно, очень-очень рады этому. Потому что два красивых человека нашли друг друга. И не важно, что было раньше. Главное, что сейчас они вместе и им очень хорошо друг с другом. Она большую часть жизни проработала на животноводческой ферме в Саратове. Он трактористом в Ровенском районе. У обоих есть дети, и у обоих это вторая попытка создать семью. Волнение выдает пару. Перед тем, как сказать «да» на вопрос согласный, жених немного теряется. Но Наталья Викторовна берет ситуацию в свои руки. Прошу ответить, ваш жених. Да. 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 Ну и, конечно, по традиции, обменявшись кольцами, скрепляют свой союз с жарким поцелуем. В полном соответствии с Семейным корпусом Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Крик. В дом-интернат для престарелых они возвращаются уже в официальном статусе – мужа и жены. Поздравляем! Ура! Я поздравляю вас с сегодняшним замечательным событием, с днем вашего бракосочетания. И разрешите пожелать вам крепкого здоровья, благополучия семейного и долгих-долгих лет совместной жизни. По словам сотрудников, Наталья Викторовна и Михаил Сергеевич – вторая по счету супружеская пара. Для новой семьи здесь выделят отдельную комфортную комнату. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов-24. На нашем канале к эфиру готовится новый информационный проект «Неделя с губернатором». Программа рассказывает о деятельности Валерия Радаева в сфере политики и экономики, в социальной сфере, спорте и культуре. Достижения Саратовской области и актуальные проблемы жителей региона глазами временно исполняющего обязанности главы региона. Еженедельный обзор важнейших событий минувшей недели смотрите на телеканале «Саратов-24» в программе «Неделя с губернатором». Время выхода программы в эфир 3 июля в 11.50, 4 июля в 13.50, 8 июля в 10.35 и в 18.50, 9 июля в 7.50 утра и в 19.50. Таковы были главные новости этой недели. Оставайтесь с нами и будете в курсе самых интересных и актуальных событий. До встречи на канале «Саратов-24». Саратов-24.